Добрый вечер! У Гомеля прайшной урочистости примеркованная до 75-ти годзе Чигуночного района. Па час утварения у 1940-м годзе он займал невеликую территорию у полночной и частково-центральной частках города. Сегодня территория Чигуночного района перевышает 4000 гектаров, на якой проживают коля 180 тысяч человек. Алексей Цюров подекавился его историей и перспективами. Основное предприятие Гомеля – буйные транспортные артерии, автобусные и чигуночные вокзалы. Усё это современный чигуночный район. 75 лет тому и свою назву он отримал – Минавитат, наявный институт Чигунки. На этой же территории, до речи, находится и самое старое, буйное промысловое предприятие Беларуси – завод «Гомсельмаш». Сегодняш в чигуночном районе неколько десятков творческих продукций, яких вядомы не только в нашей краине. Если говорить о субъектах хозяйственных, то, конечно же, это в первую очередь такие гиганты, как Беларусь «Нефт», «Дружба», завод «Гомсельмаш», которые сегодня далеко за границами нашего государства представляют и представляют нашу республику Беларусь. Традиции по передних поколениям в чигуночном районе протягивают и дополняют сучастную молодь. На урочистом вечере популярностью сирот гостей корыстаются распросовки наученцев Гомельского державного профессийно-технического колледжа электротехники. Вот тому тут створили гурток робототехники, який займается экспериментальной деятельностью с реальной перспективой выкорастания напросовок на творчестве. Все знания, которые используются при построении, допустим, роботов, можно применить, к примеру, при построении промышленных, допустим, станков, либо каких-то других устройств. То есть те же алгоритмы. У администрации чигуночного района Гомеля подкресливают 75-ти годы, гэта перш за все свято местового населенства. Уречте, усе досягнение района выник их працы. Тут у вугули проживало шмат знакомитых людей, героев Советского Союза, социалистичной працы, чемпионов и призеров спортивных споборницов международного узровня. Свой отбиток у истории чигуночного района покинули так само особые, які были без перебольшивания с усветными знакомитостями. Военные аэродромы Гомеля пободовали после закончения грамадзянской войны. Кажуть, што Горышский до этого часу знаходится под сучасным сквером будовников. У 1928-м годе тут служил военлет Валерий Чкалов. У опошней годы у чигуночном районе проведена великая работа по доброупорядкованной территории. Человеку кажуть, необходно створать умовы не только для працы, але и от починку. Хоть об здоровье людей тут так само не забываются. У Речки развиваться район повинен комплексно и у Себакова. В прошлом году ввели в эксплуатацию ожоговый центр, обеспечили больницу современным диагностическим оборудованием, внедрением высоких технологий и улучшением показателей здоровья населения. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, телерадо-компания «Гомель». Предприемства региона в умовах складанной экономической ситуации в Украине распрацовывают новые виды продукции и поширают географию ее продажу. Так, Гомельский тлушчевый комбинат начал выпускать мыло ручной работы. Первое из его вытворчастью и дизайном ознайомился наш корреспондент Марина Северьянова. Для вытворчасти мыло распрацовали классичную технологию. Кожный выработ ручную разливается по формах, где застывает. Затем его упрогожить и упаковать. До речи, для створения мыла на комбинате выкористовывать только эфирные аллеи, природные добавки, натуральные фарбовальники. Усе компоненты прошли технологичный контроль, чтобы мыло держалось не только эксклюзивным и прихожим, а и целком безопасным. Мы получили все необходимые документы, чтобы наше мыло соответствовало всем испытаниям. Люди, которые этим занимаются на сегодняшний день, это опытные мыловары. Они, скажем так, с производством мыла на ты. Поэтому наш покупатель может смело покупать нашу продукцию и знать, что данная продукция является качественной. Мыло ручной работы для первой отгрузки уже готово. 500 килограммов отправятся в гандлевую сетку Гомеля и в области. Боя лечит на предприемстве, а покупник мая права набывать этот товар не только на рынках и прозинтернет, а и в любом великом магазине. Популярность мыла ручной работы досягнула своего апогею. И сейчас это один из самых расповсюженных символичных подарунков. Первая его парта, выработанная на Гомельском тлушевом комбинате, появится в продаже уже в ближайший час, как раз на передаче дни новогодних святов. На заводе распрацовали некольки десятков форм. Для вытворчасти мыла те альбо иншие модели будут выкористовывать в залежности от попыту, а так само придумывать новые. Например, с логотипами предприемства, а так само для детей. В любом случае, кажутся на предприемстве, таки модный товар обовязково знойди своего покупника. Направлено это мыло будет не только на непосредственное употребление, а в качестве сувенира и подарка, чтобы можно было презентовать. Будет и разработано мыло также для детей различных форм и видов. Марина Северьянова, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель». Сгодно с указом президента Республики Беларусь номер 222 об регулировании предприемательской деятельности подходит до конца термин реализации продукции, якая немае необходимых документов об подтверждении походжения и поставщика. Такие товары необходимо продать до конца 2015 года. За продаж несертификованных товаров на территории Мытного Союза предуглеживается немалый штраф, а продукция подлегает конфискациям. В связи с чекаемыми изменами, 500 человек по Гомельской области изменили сферу своей деятельности. Каля 5 тысяч предприемников, стверждая, что у каждого из них находится занадто шмат решетков продукции, продать, якие до конца года не з'являются махчимым. Меж тем, сделать это можно было на протягу 18 и попередних месяцев. А прежде того, на данный момент, 60% предприемников мают усе необходимые документы. Не зря каждый из регламентов начинается со слов о безопасности. О безопасности пищевой продукции, о безопасности продукции легкой промышленности, о безопасности продукции для детей и подростков. Зараз отзначается рост наемной працы у индивидуальных предприемников. До речи, у целом скороченном працонных мест не ма. Меж тем, сегодня протягивается работа на корысть покупников. А кроме обовязковых с наступного года сертификации и декларования у метах споживецкого комфорта и безпеки с первого студеня каждый индивидуальный предприемник повинен установить терминал. Давайте посмотрим с точки зрения потребителя, ведь не заставляют ставить спосвежные терминалы в достаточно большом количестве мест. Да, это затратно, но с точки зрения потребителя и мне, и вам, и, наверное, вашим близким, удобнее рассчитываться карточкой. А кроме того, такие новые введения нияк не добьются на коште и разностайности товаров. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Завтра почне працю юбилейный 10-й святочный кермаш новогодний калейдоскоп, коммунарка, червоный мазыранин, гомельская птушка-фабрика, бобовицкие каубасы, вита-комфорт – это малая доля того, что можно будет найти на кермаши. У Гомельским хроматско-культурным центры будет организовано 30 кропок продажу. До 23-го снежни с 10 до 19-й годин можно наведать новогодний кермаш. Набыть по ценах вытворцы альбо со скидкой можно будет незвычайный подарунок ручной працы, вопрадку айчинного вытворцы, косметику, бижутерию и продукты до святочного стола. У першыня у выставе примеудел «Караневская экспериментальная лесная база». Яна продоставить макчимысь гомельчанами гостям города купить живые елки. Их ассортимент включит и елки с закрытой корневой системой, то есть их впоследствии можно будет высадить где-то даже у себя на приусадебных участках. Шасоу брата у Люмьеркино было и застается любимой забавой миллионов людей во всем свете. На гэтым тыдни свое профессийное свято отзначила минавито белорусская киноиндустрия. У приватности у Гомельской области сегодня находятся 20 кинотеатров. Наш корреспондент Ганна Ковалева побывала у гостях у коммунального унитарного предприемства «Гомельки на видеопрокат». Гутерка об новых технологиях, самых кассовых фильмах года, некомерсийным белорусским кино и многим іншим и шла с генеральным директором предприемства Александром Лауриненком. Интервью с ним глядите у программе «Навины тыдня» у неделю 20.30 на телеканале «Беларусь4». У Гомель отбылась и премьера одного самых чеканных фильмов гэтага года «Зорные войны. Абудженні сили». Першая стушка культовой саги вышла на экраны у 1977 годе. Она отримала великий поспех, тому у худким часе за ёй з'явилися два протягі. Про 20 годов гэтая трилогия была перепрацаванная с выкрыстанніем компьютерных спецэфектаў и выпущена у пауторный прокат. У 1999 годе на экраны был выпущены фильм «Зорные войны. Эпизод першы. Схаванная погроза», який поклаў пачатак новой трилогии перед гісторией оригінальной. Про то, як у Гомелі сустрэлі сёмы фильм «Сусед навядома икіна эпопеи» расскажа Вероніка Варашыліна. На гэтым тыдні кіноматрыва ўсім свеці змаглі ўбачыць долгачыканы працяг культовы фантастычны саги «Зорные войны». Такого ажаотажу на контбилетов не було даўно. Их пашылі броніроваць за нікалькі месяцаў да выхаду фільма. Такую знаковую прэмьеру у Гомелі сустрэлі неординарны із масштабам. У кінотеатра имя Калініна перад пашаткам фільма разгорнулася феерычнае космічнае шоў. Гастей вечера забавлялі галонныі персанажы «Зорных войнаў» – джедаі і сітхі – працтавнікі светлой і тёмных сил. Разом з імі прысутны ўдельнішы лі у цікавых викторынах і конкурсах на веданні сюжету і героў гэты суцветнавядомай кіноэпопеі. Атказы на пытанні паступалі і мгненно, што зусім не дзівна. Тут сабраліся сапраудныя фанаты «Зорных войнал». Больша із їх ведаюць фантастычную сагу деталёва і ўсё душой хвареюць за поспіхя ёе новай сёмай стушкі. Незвісно, што фільм ўже хороший. Чуть-чуть удалось прочитати рецензію от людзей, які успіли оцініць раніше нас. Чуть-чуть совсем дальше не читал, потому што не хочу порціць ощущення вот этого всього нового. Будзіт круто просто, я это чувствую. Між тым, для стварыні яшчы больші атмосферы фантастыкі і екшена тут таксам размястіля амаль трохмятровых трансформіраў, яны хоч немаюць прамуга дачынені до фільма «Зорные войны», аднак гэта аттракційон крыстаўся ў гастей не меншым попытам. За некалькі хвілін до демонстрацій кіностушкі ў зале кінотеатра разгорнулася светлавое шоу «Битва джыдаю і сітхаў», колір мячоў яких характерызуў іх становча або дмовнае призначэння. Пасля гэтага отбувся паказ до гачаканы прэм'єры. Многі кіноэксперты сыходяться у меркавані «Стушка», «Зорные войны» маюся шансы, каб стать адным самых касавых фільмов за ўсю історая сусветнага кінематографа. З гэтамі прагнозами згодны і супрацовнікі кіноіндустриў омешчаны. В 2015 году наиболі касавым фільмам у нас числіцца панамнастоящий момент фільм «Форсаж 7», каторый, гэдэ мы собрали около 1 мільярда рублей. Но, судя па калічцу праданых предварительных билетов, іх прадано более 4 тыс. билетов на «Звёздные войны», «Пробуждение силы», седьмая часть, у нас ессе основне полагать, что этот фільм побьёт все рекорды проката фільму, которые были осуществлены в кинотеатрах города в 2015 году. Фільм «Звёздные войны» обуджение силы объеднаў як добро знайомых усім персонажу, так і новых героев. Відовишны і захопляльна, ённ расповідае об їх фантастичных пригодах і экшн-битвах. Новый епізод легендарной саги, якая покарыла мільйоны людей во всім свете, гамельчане змогуть убачить на екранах кинотеатров до восьмого студеня. Жыхары в області до конца наступнага месіца. Вероніка Ворошыліна, Валіра Ихпанько, телерадоя компанія «Гоміль». У «Гоміль» отбылось урочисте закрытце першого форуму классичной музыки «Бетховен. Ліній лёсу». Йон проходзіў на протягу амальтыдня і супроваджаўся проведзеннім одукацинных майстер-класы, цікавых творчых сустрэч з таліновітымі беларускімі музыкамі, а так само серые яскравых і відовішніх концертных праграм. Почас форуму уже хары гості города на Сожам змогли глыбея знайоміцца с творчастю одного з найбольш вядомых і гініяльных сусвєтных компазіторів Людвіга Ван Бетховіна. Урашістыя закрытё першага ў Гомелі форуму класічныя музыкі адбылось ў обласным драматычным театры. Отсутнаць пустых міцццаў ў залі – нагляднае падтверджання. Класічныі творы не смяротныі і цікаваць до іх не губляецца. Йе просто необходна патрымлюваць проведзеням подобных культурно-асветніцьких праектов. Почас концертныя программы аматоры Высокага Мастацтва падшули глыбокі і пранікнённыі симфонічныі компазіції Людвіга Ван Бетховіна. Утым ліку і одну з найбольше знакамітых і популярных «Симфонію Нумар Пять». Гэты і музычныі творы прагучалі ў выкананні Гомельськага симфонічнага оркестра, а так сама лауреатаў прэстыжных міжнародных конкурсов Михаіла Радунськага і Олега Яцыны. Організоваць на таком уровне такой інцэрэсный форум музыкальний. Эта дорогого стойта, я надзеюся на то, што это будуть імець прадалжэння. Всё это будуть разрастацца і улучшацца. Фіерычной часткай концэртныя праграмы стали хорэграфічныі нумары, паставленыі на захапляльныі дух компазіцій Бетховіна. Гэтыя незвычайна прыгожая інструментальна танцэвальная пастаналка была реалізавана зудзелам навучэнцэў адной з гомельскіх школ мастацтваў. У целым, правядзення першыха форуму класічныя музыкі масштабная і знакавая культурная падзея для Гомеля і ўсяго регіона. Жыхары і гості обласного центра змаглі прыняць ўдзел ў цікавых майстар-класах і творшых сустрэшах с таріновітымі беларускімі музыкамі. Яны таксама отрымаля салоду ад камірной музыкі, фортепіаных санат, духавых інструментав і вокальніх музычных творў. Організаторы маюць намер проводзіць форум класічныя музыкі і далей, кабы будушы не вывісти яго на новый міжнародны узровінь. В принципі, все прошло хорошо. І, конечно, хотелось бы всегда більше, іще більше музыкі, більше концертов, більше общения, більше публіки. Но это первый раз, поэтому я думаю, что впоследствии мы будем развиваться і делать этот фестиваль міжнародным. Вероніка Ворошиліна, Дмитрий Котов, Валері Гапанько, Телерадио Кампанія Гоміль. Новіны регіонны інформацію об праектах Телерадио Кампанії Гоміль вы можете знайсті на нашым сайті у інтернеті па адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу і до новых сустречу ефіры. Дякую за перегляд! Продолжение следует...